Здравствуйте! 19 апреля в Барнауле состоится концерт «Весенний калейдоскоп мелодии ритмов творчества композиторов Алтайского края». Сегодня у нас в гостях один из организаторов концерта, ведущий специалист по вокально-хоровому жанру Анна Лакиза. Здравствуйте, Анна! Интересное название, немножко длинное, но я думаю, что и само мероприятие будет масштабное. Расскажите, пожалуйста, что это за «Весенний калейдоскоп» у вас, мелодии ритмов? Да. Творчество композиторов Алтайского края, можно сказать, набирает обороты. И с этой весной мы решили провести вот такой замечательный концерт. Я думаю, что он станет постоянной акцией весной и осенью. Да, вот такая акция первая. И мы его поэтому и назвали «Весенний калейдоскоп мелодий и ритмов творчества композиторов Алтайского края». Что это значит? Это значит то, что до этого мы пели в основном песни народного и эстрадного плана. В программу этого же концерта войдут инструментальные пьесы, инструментальная музыка, также сочиненная музыкантами нашего Алтайского края. И песни будут, и еще и инструментальная композиция. Да, наряду с песнями будет звучать инструментальная музыка. Инструментальная музыка эстрадно-духового жанра представлена будет Народным оркестром «Мажор» из города Новоалтайска, руководитель Юрий Леонов. Это молодежный коллектив, и мне бы хотелось, чтобы вообще в нашем концерте, так и будет, будут звучать новые имена. Наряду с этим будет звучать музыка Сергея X, это заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель заслуженного коллектива Алтая, ансамбля народной музыки «Жалейка», что живут во дворце культуры Южной, куда мы и вот пойдем с концерта. Концерт состоится в ДК поселка Южный, да? Да. Значит, ДК вот совсем недавно распахнул свои двери вновь, он отремонтирован, он очень гостеприимен. Мы недавно там были, у нас проходили курсы повышения квалификации, и мы все там обследовали и решили, что зрителя нужно привлечь вот таким образом, именно вот таким уникальным концертом. Кроме того, также еще один коллектив из Дворца культуры Южный, это театр эстрадной песни «Созвездие», будет принимать участие. Мало того, руководитель Екатерина Дробышева является также автором песен. Как выяснилось, я тоже это совсем недавно узнала, то есть как-то вот так вот звезды сходятся, что открываются новые имена именно на той площадке, где мы хотим работать. И, конечно же, приедут наши авторы, которые постоянные участники, активные участники объединения, активные участники всех концертов. Это Игорь Пергаев из города Барнаула, Геннадий Городилов из Первомайского района, Павел Городилов, он исполняет песни других авторов, вот он исполнит песню композитора из города Омска, Валерия Тюрина, Николай Исаев, Сергей Скрипкин, Мамонтовский район, Евгения Шутова, Инна Чепарина из города Новоалтайска. То есть целый, вот действительно, калейдоскоп мелодий и ритмов. Это краевой получается у вас, да, краевой фестиваль со всего края, да, география у вас? Да, мы Алтайская краевая общественная организация, поэтому мы работаем с представителями Алтайского края, конечно же, с жителями. И в каждом концерте нашем принимают участие не только жители города Барнаула и близлежащих территорий, но и обязательно приезжают к нам наши друзья из далеких уголков нашего Алтайского края. Анна, вот действительно у вас называется творческое объединение композиторов Алтайского края, да? Много у вас вообще членов, и вообще интересно, сколько у вас композиторов в Алтайском крае живут? У вас же есть какое-то членство? Да, конечно, у нас есть реестр, всё как положено, всё серьёзно, ответственно, поэтому у нас есть и композиторы, и поэты, и просто музыканты-исполнители. То есть они входят в ваше объединение, да? Да, мы композиторов изначально назвались так, и это не может быть отдельно, да, существование. Это как название, да? Да, композитор отдельно от музыкантов, от исполнителей. Да, они многие поют свои песни, но есть у многих и постоянных исполнителей, есть коллективы, с которыми они работают. То есть на сегодняшний день в нашей организации уже около ста человек. Огромная у вас организация, она самая большая общественная организация. Да, да. Так у нас большой край, много творческих людей в Алтайском крае. А вот на концертах в основном исполняются композиции как раз членов вашего объединения, да, я так понимаю? Да. Это ещё плюс, вы ещё и пропагандируете, скажем так, их творчество, да, как понял? Да, мы исполняем только свои песни. Конечно, вот в последнее время бывают концерты, когда мы можем допустить песни других авторов. Это в принципе не возбраняется, а даже всегда приветствуется, потому что на творчестве других мы тоже учимся, анализируем. В основном, конечно, звучат композиции наших авторов, и вот этот концерт будет вот этим как раз ознаменован, что опять будет звучать новая авторская музыка. По времени сколько это займёт концерт? Ну, я думаю, часа-полтора. Полтора часа, да? Да. То есть и песни, и инструментальная композиция, то есть и вот всё это объедините в единоцилы, да? Да, мы всё это объединим, мы сделаем, я думаю, интересный такой сценарий, который вот будет интересен любому зрителю и старшего возраста, и деткам, потому что вот в созвездии, я знаю, поют маленькие дети. Жалейка, это тоже достаточно такие юные ещё исполнители, молодые, ну и, я думаю, интересно будет послушать творчество более такому старшему поколению, поэтому... И вообще наши концерты, они всегда на любого зрителя рассчитаны, потому что песни очень разные. И они всегда находят отклик, мы работаем, я говорю, что я уже, наверное, говорила в своих интервью с клубом «Оптимисты», они нас всегда ждут раз в квартал и всегда нам аплодируют, и всегда говорят, что мы будем ходить на ваши концерты. Анна, а что это за ещё один проект, и как, не знаю, просто может быть ваша такая инициатива, что вы работаете с детьми из детдомов, да, на самом деле? Расскажите вот об этом. Да, ну, наша организация развивается, и вот уже нам будет три года в ноябре, как мы вот официально зарегистрированы, общественная организация, и участники мне всё время говорят, что Анна Анатольевна, вот, ну, нам бы хотелось ещё благотворительностью заняться. А я говорю, ну, вот, не всё же сразу бывает. И тут вот пришла такая мысль, но она пришла, опять же, не случайно, потому что у нас есть песни, ещё написаны для детей и о детях. И вот эти песни как-то не всегда включишь в концерт, да, вот такого, для взрослого. То есть, ну, есть на фестивале на нашем песне «Иткульского лета» конкурс, посвящённый детской тематике. И вот эти песни, они как-то так вот немножечко у нас невостребованы. И как-то мне вот пришла такая мысль, как раз-таки вот начать сотрудничество с, они сейчас называются, центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Меня познакомили с чудесным человеком, это Наталья Иосифовна Попова, это директор детского дома номер 7, который находится у нас в Барнауле, это самый большой детский дом в Алтайском крае. И она ещё является председателем совета директоров центров вот таких вот Алтайского края. И мне, я сходила к ним как раз вот на их вот встречу очередную, так вот получилось, вот всё, видимо, вот не зря всё происходит. И мы вот выработали такую стратегию. У нас вот 18 детских домов, получается, в Алтайском крае и 4 в городе Барнауле. И как раз на этот концерт мы пригласили ребят из Барнаула. Вот они, я думаю, смогут приехать. Но Наталья Иосифовна информацию размножит. Я думаю, может быть, если будут желающие ребятки приехать из ближайших районов, мы, конечно же, будем только рады. И вот такой момент сотрудничества у нас начнётся как раз вот на этом концерте. То есть они посмотрят, чем мы занимаемся. Потому что кто-то из них играет на гитаре, я знаю, да. Кто-то хочет вести программу. Может просто, да, не знаю, где себя проявить, да, вы им, наверное, поможете. Да, мы им поможем. Вот этот момент социализации этих детей как раз-таки и будет выражаться вот в нашей вот такой вот работе совместной. То есть мы силами искусства, да, силами своего творчества будем, может, где-то направлять, где-то просто с ними общаться. Потому что вот люди, композиторы и участники творческого объединения песни «Иткульского лета», они готовы к этому, они открыты. И поэтому, я думаю, у нас всё получится. Кстати, Анна, в этом году будет фестиваль песни «Иткульского лета»? Запланирован у вас? Да, ещё одно достижение. В этом году с 6 по 9 июля на озере Уткуль в Троицком районе на базе Уткуль будет проведён 16-й межрегиональный фестиваль. 16-й уже, вот время летит. Да, да, 16-й. Ну, мы решили делать единый счёт, ничего там не менять. Конечно, были разные периоды в нашей жизни. Но нам дали разрешение из Ассоциации Центров домов народного творчества Сибирского региона. И теперь наш фестиваль называется официальным межрегиональным. У него есть такой статус. Здорово. Естественно, ведётся работа нами, мной. Подготовительная, да? Да, подготовительная. Мы приглашаем участников из других областей Сибирского федерального округа регионов. И уже дали согласие вот Омск-Томск за Байкальский край. Ну, я думаю, Кемерово, то есть ещё не точно пока, но, естественно, весь Алтайский край, Республика Алтай. То есть у нас будет хороший такой творческий такой кворум творческий. И я думаю, что мы проведём фестиваль снова на достойном уровне. Давайте ещё раз пригласим наших телезрителей. Где, когда и во сколько пройдёт концерт песни «Весенний калейдоскоп мелодий ритмов творчества композиторов Алтайского края». 19 апреля в 18 часов 30 минут во Дворце культуры Южный, улица Чайковского, 21, состоится концерт под названием «Весенний калейдоскоп мелодий ритмов творчества композиторов Алтайского края». Мы ждём всех желающих. Будет интересно. До встречи на концерты. Спасибо большое вам за вашу работу. Удачи, до новых встреч. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях была один из организаторов концерта «Весенний калейдоскоп мелодий ритмов творчества композиторов Алтайского края» Анна Лакиза. Спасибо за внимание. До встречи.